Год козы. Монолог Лешего. Стихотворение Альфреда Бриклин. Читает Юлиана. В глубине большого леса снова ждут ягу и беса. Потому что Новый год скоро времени придет. Снег, мороз, замерзла речка, а в избушке топит печку леший. Он к теплу привык. Много дрог, запас старик. Утром стук. Кощей явился. Нагло в комнату валился. Накрывай, брата, на стол. Я поговорить пришел. Леший рад. Достал из бочки он соленые грибочки. Да наливки бутылек. Из-под пола приволок. Ложки, миски и стаканы. Все у нечисти погано есть. Почти как у людей. Угощайся. Ешь и пей. Ну, Кощей, давай завстречу. Задавай вопрос. Отвечу. Праздник будет, как всегда. Песни, танцы и еда. Коз позвать не помешает. Для чего? Да каждый знает. Наступает Козий год. Козам и козлам почет. Елка есть. Игрушки тоже. Каждый принесет, что может. И устроим карнавал. Чем не новогодний бал? Вот, к примеру, я рогатый. Словно старый лось сухатый. Я могу побыть козлом. Коль живого не найдем. А кикибора, снегурка. Глянь, какая у нее фигурка. Тыка, щейка, Дед Мороз. Борода да красный нос. Волка сделаем овцою. Будет бегать он рысцою. Словно песенки людской. Как тебе расклад такой? Змей Горыныч выпит водки. Да начнет орать в три глотки. И пугать народ лесной. Как же будет там адуай? Филин с воротом. Жар птицы. Вижу бабы с бесом лица. Глянут, что творится тут. И от зависти помрут. Шумно, суетно в столице. Негде людям веселиться. Елок так по пальцам счесть. Только то зверье и есть. Волки там у них и совы, лисы, псы, ослы, коровы. А баранов и козлов, ну не считать, как голов. Понял, что тебе толкую? Ты про жизнь городскую с бабой даже не мечтай. Лес, вот это настоящий рай. Видишь, как яга скучает. Каждый год нас навещает. Город, пыль да теснота. А у нас здесь красота. Ну, пойдем, работать надо. Чтобы все для маскарада приготовить, всех созвать. Будем Новый год встречать.